Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус! Булочки сдобные, слоеные, сладкие, ароматные! Приготовим сегодня вместе с вами! Перед началом приготовления проверьте свою подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, выбирая все уведомления, только в этом случае вы не пропустите новые рецепты! Давайте начнем! Пару ложек муки из общего количества, 7 граммов сухих дрожжей и немного сахара из общих 70 грамм. Размешиваем вместе с теплым молоком температурой около 38 градусов. Молока нужно 250 миллилитров. Накрываем все это, оставляем на 10 минут. Это нужно для того, чтобы дрожжи активировались раньше, чем мы добавим сдобу, которая соответственно будет замедлять их рост. Размешиваем, всыпаем еще немного муки, оставшийся сахар и 3 грамма соли. Хочу сказать о том, что количество дрожжей всегда в тесте зависит от количества сдобы, чем больше будет сдобы, тем больше понадобится дрожжей. Подсыпаем муку, оставляя около 3 столовых ложек, как раз тесто станет гуще. Можно добавлять в тесто мягкое нерастопленное сливочное масло в количестве 70 грамм. Именно сливочное масло, которое постояло при комнатной температуре, нерастопленное в микроволновке или на плите, сделает тесто максимально вкусным и мягким. Начнем замешивать тесто руками до однородной мягкой и гладкой структуры. При необходимости досыпаем еще муку. Понадобилось на 400 граммов муки, 7 граммов сухих дрожжей. Если добавить меньше дрожжей, к примеру 5 грамм, то тесту понадобится для подъема больше времени, около двух часов. А возможно ему просто не хватит силы на этот подъем. К тому же мы его еще будем прослаивать. В итоге тесто должно быть мягким, приятным, гладким на ощупь. Ничуть не липнет к рукам. Накрываем его, ставим миску с тестом в теплое место до увеличения в объеме минимум в два раза. За 5 минут до готовности теста мягкое сливочное масло в количестве 70 грамм, смешиваем с сахаром в таком же количестве и корицей молотой. Нужна чайная ложка, это 3 грамма. Вместо корицы можете взять чуть меньше кардамона молотого или вовсе смешать сахар с маслом и измельченными орехами, если не любите корицу. Спустя 1 час и 20 минут тесто выбродило. Хорошо поднялось, оно не липнет к рукам. Времени ушло больше часа, так как тесто сдобное. Пока его просто осадим, припыляем мукой поверхность стола, выкладываем тесто. Складываем, образуя прямоугольник. Раскатываем теперь сначала скалкой тонко, но не слишком, прозрачное тесто не должно быть. Получается примерно прямоугольник 30 на 50, плюс-минус. Делим его образно на три части, на две трети, который распределяем равномерным слоем масло с корицей и сахаром. Теперь тесто нужно сложить. Сначала сверху часть без масляной прослойки и после на нее часть третья. Вместе с маслом, корицей и сахаром. Теперь еще раскатываем во все стороны. Делим на 9 полосок. Каждую полоску еще раскатываем тоньше вдоль, разрезаем на две одинаковые части. На пальце наматываем, как нитку, одну полоску и затем поперек обматываем полоску второй половинкой, слегка ее растягивая. Все булочки раскладываем на противень на расстоянии друг от друга. Накрываем и даем время на подъем. Понадобится около 30 минут, пусть лучше поднимутся. Смешиваем один желток с чайной ложкой молока. Смазываем булочки перед выпечкой. Посыпаем по желанию хоть чем. Использую орехи кешью. Отправляем в горячую духовку. Температура выпечки 200 градусов. Время выпечки около 15-20 минут. Во время выпечки все булочки принимают индивидуальную форму и, конечно, они похожи друг на друга. Аромат уже по всей кухне. Спустя 17 минут булочки подрумянились и готовы. Перекладываем их на решетку, чтобы они не отсырели снизу от горячего противня. И давайте скорее разломим. Но сначала посмотрите на их нежность. Слоеные, мягкие, воздушные, ароматные, да вы сами все видите. Ставьте нравится, делитесь прямо сейчас рецептом с друзьями. Оставляйте комментарии, за что вам огромная благодарность. Это все помогает развивать канал. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, а на совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok